Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Я spot. Спасибо. 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 Выискивая малейшие, так сказать, какие-то неточности, недоработки и так далее. И надо сказать, что еще тоже очень важно отметить. У нас была в результате этой реформы, проведенной реформой тыла, у нас была создана самая централизованная система тыла, которая существует и поныне. Современные тыловики отмечают то, что сама концепция не сильно изменилась с 1941 года. А в 1941 году, 1 августа, Государственный комитет обороны издает приказ, а потом и приказ по наркомату обороны о создании этой централизованной системы. Андрей Васильевич пишет о том, что Сталин не был убежден в нашей правоте, когда соглашался на этот план. Он просто понимал, что старая система не работает. Значит, у Хрулева были серьезные оппоненты. Например, Георгий Константинович Жуков совсем не соглашался с тем, что у генерального штаба отнимали целый ряд полномочий. Но впоследствии надо отдать справедливость этому человеку. Он признал все-таки правомерность вот этой реформы. Ну и что еще очень важно, вот люди, близко знавшие Андрея Васильевича, как, например, Нобелевский лауреат Петр Капица, отмечали его кристальную честность. Капицы вообще считали, что это и он, и сам Петр Леонидович, и его супруга Анна Алексеевна, они считали, что это, наверное, следствие такой юности, потому что Андрей Васильевич провел свою юность в Петербурге, в Петрограде и был учеником ювелира. Кстати, при создании орденов наших полководческих очень большую роль сыграла вот эта его такая, как бы мы сейчас сказали, современным языком, бэкграунд, такая основа. Он прекрасно разбирался, так сказать, вот в неких техниках, да, насколько это возможно сделать, сложно, когда речь шла об эскизах орденов основных полководческих, которые создавались летом, да, 42-го года, насколько я понимаю. И вот эта невероятная честность с одной стороны начальника тыла, а с другой стороны и принципиальность, умение отстаивать свою правоту без оглядки на авторитет. Хрулев был один из немногих, кто не боялся спорить со Сталином, если был уверен в своей правоте. И сам вот он как раз в мемуарах пишет о том, чтобы я не видел, чтобы Сталина кто-нибудь возражал, что это сделать нельзя. Ну, а Микоян всю войну, проработавший в тандеме с Андреем Васильевичем, вспоминал, что одним из достоинств Хрулева было то, что он быстро схватывал суть дела. Он не был похож на некоторых военных, которые, выслушивая указания вышестоящего начальства, отвечали «Есть так точно». То есть он всегда, когда считал это необходимо, высказывал свое мнение и вносил предложение. И вот известно из речения Сталина о принципиальности Хрулева, что это за человек ему хоть кол на голове тиши, он все свое. Вообще, на самом деле, если мы посмотрим статистику посещения кабинета Сталина в Кремле во время Великой Отечественной войны, то Андрей Васильевич был одним из людей, которые там, в общем, проводили очень много времени. По этой статистике она приведена в исследование высшекомандной состава Красной Армии в годы Второй мировой войны. Вот по, так сказать, числу посещений он занимает четвертое место после Антонова, Василевского и Жукова. Ну и я тоже смотрела этот журнал посещений. Зачастую в этом кабинете он проводил и по несколько часов, хотя у многих посещения ограничивались буквально 15 минутами. Ну и то, что касается все-таки вот еще его значения в Московской битве, на мой взгляд, ему был присущ какой-то совершенно особый дар стратегического мышления, то есть предвидение кризисных ситуаций. Ну вот, например, он был инициатором строительства в августе 1941 года железнодорожной линии Кизляр-Астрахань, который сыграет потом, в 1942 году, ключевую роль во время переброски войск под Сталинград. Или, и вот он просто предвидел возможность наступления немцев на Северный Кавказ. Или он строит большое московское железнодорожное кольцо. Ну, не строит, сам, естественно, высказывается о необходимости этого проекта. И вот он пишет, что оно соединило все железные дороги, подходящие к Москве. В одних местах это кольцо подходило на 40 километров, в других на 50, в третьих на 70, но все железные дороги были этим кольцом соединены. И если идет поезд с танками по Казанской железной дороге, его надо направить на Вязьму или в каком-либо другом направлении, в западном направлении или с запада на восток, то мы эти поезда не вводили в Москву, а окружным путем пускали. И тем самым и избавляли от ударов авиации, не загружали в Москву и ускоряли их прохождение. Ну, и когда читаешь эти мемары, тоже поражает, насколько Андрей Васильевич Хрулев интересовался какими-то, ну, кажется, деталями, но эти детали могли играть ключевую роль, если речь шла о снабжении армии. Вот он, например, пишет о том, как, так сказать, решалось, из какого материала делать котлы для полевых кухонь. Казалось бы, вот, ну что, насколько это важен вопрос, но это очень важный вопрос был. И дело в том, что еще со времен Первой мировой войны делали котлы из меди, но он пишет, что нам отказывала промышленность, так как медь была дефицитным товаром, но главная проблема еще стояла в том, что уход за медными котлами требовал очень большого труда, и нужен был там огромный штат лудельщиков. И вот все-таки принимается решение, которое покажет свою правильность, это о переходе на чугунные котлы. Были оппоненты, которые говорили о хрупкости чугуна и так далее, но вот в результате было принято подобного рода решение. Ну и последнее, то, что я уже заканчиваю, да, можно следующий слайд, это рассуждение как раз, вот, мне кажется, очень показательная картинка, или вот это я тоже выбрала, да, как одета советская армия вот в этом контрнаступлении под Москвой, как одеты немцы, да. Потому что, вот, если когда мы говорим, так сказать, вот о победе, поражениях, то мы не должны забывать и такой аспект, что это была еще и война умов, война некого такого стратегического мышления, и немцы, очевидно, просто не ожидали, вероятно, что так надолго они застрянут, и совершенно, на них работала экономика всей Европы, но они оказались совершенно неподготовлены к зимним морозам, при том, что Андрей Васильевич пишет о том, что, ну, вот эти все, да, рассказы о том, что русским помогла морозная погода, ну, русские люди точно так же мерзли на этом страшном морозе, но солдаты были одеты, и у каждого была предусмотрена очень серьезная, скажем так, да, серьезное зимнее обмундирование, эти полушубки и ушанки, и специальные такие, да, вот, я так понимаю, что, и специальные обувь, и специальные портянки, не буду говорить о портянках, тоже целая, так сказать, дискуссия о том, да, для, так сказать, пользоваться ими или нет, вот, то есть, заканчиваю тем, с чего, наверное, я начинала, мемуары не закончены до конца, но они дают все-таки очень много интересной информации, касающейся просто вот и разработки целого ряда таких моментов до конца неизвестных нам, то есть они как-то вот немножечко забыли, стерлись из памяти, а нужно о них помнить, вот, ну, в качестве примера я просто уже все заканчиваю, я могу привести дорогу жизни, функционирование дороги жизни, у нас у всех какой-то стереотипный немножко образ вот этих грузовиков, идущих по дну Ладоги, по дну, по льду Ладоги, но большую часть все-таки времени года Ладога, она не замерзшая, и вот один из эпизодов, о котором вот я тоже несколько раз уже вот выступала, связан с тем, что летом 42-го года по дну Ладоги прокладывают трубопровод, который снабжает топливом и Ленинградский фронт, и Ленинград, но и вот важнейшая задача в таких проектах Андрея Васильевича Хрулева состоит в том, чтобы координировать усилия и фронта, и армии флота, и потому что водолазы Балтийского флота прокладывают эти трубы по льду Ладоги, это вообще абсолютно беспрецедентный проект, такого не было в мировой практике, за пять недель проложили этот трубопровод протяженностью более 30 километров, и одновременно создается и вся инфраструктура, и наливные станции, и сложнейшие насосы, железнодорожные подводятся пути, инфраструктура, то есть вот целый ряд таких проектов, которые мы сейчас назвали инфраструктурными, как раз осуществляет Андрей Васильевич в ходе войны. Спасибо большое, спасибо.